Привет, ребята! Меня зовут Ревникова Олеся, и я просто самый удивительный человек, самый волшебный, самый честный, самый добрый, которого вы любите. Вот. Ух, коленочку ударила. В этом видео я расскажу про то, как я голодала. Я делала, я записала только что видео на английском, и у меня уже есть русская аудитория, приходит, появляется ко мне. Поэтому я поделюсь своим опытом, во-первых, потому что мне интересно что-то поговорить на русском, и я знаю, что некоторым людям это, правда, может быть полезно, кто найдёт моё видео на просторах Ютуба. Итак, у меня было шесть дней голодания, я пила соки и смузи, и воду. Я начала в понедельник, сегодня воскресенье. Первое, я не начинала, чтобы там что-то с телом изменить, моё тело шикарное, прекрасное. И поэтому, почему я начала голодание? Потому что каждый раз, когда я не ем, я получаю успех после этого. Если мне нужно что-то изменить в жизни, если я хочу что-то получить, делать себя счастливой, сделать свою жизнь счастливой, я не ем. И это всё решается. Сейчас я объясню как. Я объяснила это на английском языке в предыдущем видео, сейчас я объясню для вас. Есть энергия. Когда я ем, когда мы едим, то наша энергия тратится на придумывание проблем. Мы придумываем проблемы, мы находим проблемы, мы энергию тратим на вот эти проблемы. Когда мы не едим, такое есть важное уточнение, еда для нас это как наркотик. Люди едят очень много еды, больше, чем это нужно с точки зрения физиологии. Каждый из вас согласится. Поэтому еда для нас это как наркотик. И то же самое испытывает человек, когда он без еды. Когда я была без еды, мое тело чувствовало себя хорошо, у меня было много сил, энергии. Я занималась спортом каждый день, йога, медитация. Я ходила туда, магазины. Я виделась с друзьями. Я выкладывала видео. Я была активной, такая же, как и всегда. Физически у меня были силы. Мой мозг, он читал, еду мы не получаем, а где вообще-то наша любовь, а где вообще-то чувства, которые мы получаем. И в этом большинство, в этом история для большинства людей, что еда для нас это не просто средство удовлетворения наших физических потребностей. Это способ решения наших проблем и способ чувствования жизни через еду. То есть как наркотик. И поэтому, когда мы не едим, то мы не получаем вот эти эмоции. С точки зрения физиологии, как это происходит, когда человек испытывает какую-то радость, у него вырабатываются гормоны. Когда человек ест какую-то еду, любимую, у кого-то картошка фри, на это вырабатываются гормоны. Чем больше стимулятор, тем больше гормонов. Чем больше и завуалирование это стимулятор, чем ненатуральнее он, тем сложнее выработать такое же количество гормонов, радости, счастья и так далее без этого стимулятора. То есть еда это стимулятор, который вырабатывает гормоны. Всякая разная еда. Поэтому все люди любят разную еду. И когда мы не едим еду, когда человек, организм не получает еду, соответственно вопрос у мозга возникает, а как я буду вообще-то, а где эти эмоции, к которым я привык, а где это счастье, к которым я привык. Мне нужна определенная доза эндорофинов, это вообще-то норма для меня, которую раньше получали мы из еды. И поэтому во время голодания, что происходит? Мозг, у него возникают вопросы, у него потребность в счастье. Поэтому у некоторых людей может быть какое-то отсутствие сил, нет настроения, упадок, нет экстаза жизни, нет чувства счастья, радости, все такое серое и так далее. Потому что нет еды, нет этого стимулятора, за счет чего вырабатываются гормоны радости, счастья. Только если вы понимаете это все, я вам сейчас рассказываю. Будьте, пожалуйста, благодарите меня за то, что я вам это рассказываю. И когда организм в таком состоянии, и лично я понимала сразу же, как это работает, то я сразу же начинаю объяснять своему мозгу то, что смотри, мы сейчас это счастье и радость, то, что мы испытывали из еды, на самом деле это было не совсем хорошо, потому что ты достоин намного лучшего. И как бы это означало, что я достоин намного лучшего, и я могу получать счастье и радость. То есть смотри мой мозг, мой любимый, дорогой мозг, я могу получать счастье и радость от людей, я могу получать любовь от людей, я могу получать удовольствие и счастье от моей работы, от той, чем я занимаюсь. И следующее, что значит, давай сделаем так, чтобы люди приносили мне счастье, давай сделаем так, чтобы моя работа приносила мне счастье. И самое интересное, давай сделаем так, чтобы жизнь приносила мне счастье, то есть давай жизнь будет приносить не счастье, а не стимулятор в виде еды. Это очень большой переход, это очень большой переход. И, соответственно, эта энергия, которая раньше тратилась на проблемы, теперь она во время голодания тратится на то, чтобы успокоить мозг и перестроиться на просто топ-новый уровень, на топ-новый уровень, где моё тело у него появляется физически. Я очень надеюсь, что вы понимаете, у моего тела физически, он физически чувствует то же самое, как ломку у наркоманов. Где еда? Дайте эмоции, дайте любовь, чувство экстаз. Я такая, а давай-ка из жизни это будем получать, давай это всё будем получать из жизни, давай мы и живем, мы сделаем такую счастливую, что еда, она ни плюс, ни минус, еда хорошо, как бы пусть будет. А только ещё моя жизнь будет такая крутая каждый день, что я от неё буду кайфовать. Вот, и на это я отдаю энергию. И получается здесь вообще очень много плюсов. Во-первых, я прокачиваю свою жизнь, это очень лёгкий способ прокачать себя, прокачать свою жизнь, потому что это уже как на уровне инстинктов, это как самовыживание. Здесь мой организм, мой мозг понимает, что как бы стрессовая ситуация, нужны эмоции, нужны эндорфины, это то, к чему привык, это вот эта вот доза. Ага, чтобы это получить, значит, окей, мне теперь говорят, что нужно сделать жизнь счастливой. Так, окей, мы настроены на то, чтобы теперь жить счастливо. Так, как я могу? Вот так это работает. И очень быстро происходят изменения. Это первый, очень большой плюс. Второй плюс, это то, что энергия теперь направляется туда, вместо того, чтобы направляться на создание проблем. То есть уходят все минусы, так ещё и растёт плюс. В общем, такое очень полезное, полезные преимущества, важные, большие преимущества и полезные фишки от голодания. Вот, и почему я решила закончить? Сегодня у меня как бы седьмой день, и я сегодня поняла, что я заканчиваю. С чем это связано? Когда на голодании ты чувствуешь большое количество энергии, потому что наше тело, я думаю, все знают, я сейчас буду говорить с закрытыми глазами, наше тело затрачивает, не знаю, 500-400 тысяч калорий на переработку еды. В среднем, типа того. Когда мы эту еду не едим, эта энергия освобождается, поэтому у нас такое тело, ему не надо тратить время на то, чтобы там желудок работал, кишечник. Ну что там, сок, смузи или вообще даже без этого, всё нормально. Энергия появляется. И вот тут, и тут такой поток. И тут просто все чувства обострены. Восприимчивость обострена. Это, кстати, ещё закладка нейронных связей, что потом после голодания это всё также остаётся. При повторении голодания это всё можно улучшить и, да, улучшить и больше развить. И, в общем, такой поток приходит, мысли, идеи, ощущения. Видишь всё по-другому, воспринимаешь, как говорят, всё это такой трип. И приходит большое количество гениальных идей, большой поток мыслей. И что нужно делать, когда приходят мысли? Их нужно реализовывать. Мысли, когда гениальные идеи приходят, их нужно реализовывать. Нужно быть благодарным за это и притворять их в жизнь. И когда я почувствую, что у меня большой поток идей, я поняла, что мне нужно сделать паузу. Это как ты ходишь в школу, в университет, там занятия по 45 минут, не по 2 часа. И там есть ещё, занимаются в первой половине дня, потом в субботу, в воскресенье, выходной, ещё дают каникулы. Это всё важно. Поэтому, как сказала Саша Белякова, Александра Белякова, нужно сделать паузу, чтобы получить успех. Это так. Нужно дать паузу, освоить это всё. Поэтому сейчас я делаю паузу. Шесть дней я голодала, да, сегодня седьмой. И как я выхожу, как я буду выходить из голодания? Сегодня я буду есть только фрукты. Завтра я буду есть фрукты и овощи. Может, уже не в сыром виде. Например, овощи, там, не знаю, на гриле. Во вторник я начну есть какие-то крупы, может быть, ну, салаты с заправками и так далее, с какими-то дрессингами. В среду, наверное, начну есть яйца. Мясо и так далее, там, сахара, молочные. Я это, в принципе, не ем сейчас. Так что, вот, я очень надеюсь, что у вас произошло такое озарение, и что вам понравилось видео, и что вы услышали настоящее мнение по поводу голодания, и как-то на вас это повлияло. И, может быть, вы теперь хотите попробовать тоже голодание. Была очень рада вам помочь и рада вам служить.